здравствуйте дорогие русские люди я сейчас нахожусь в запорожье у своих родителей у своих друзей вот был на майдане кричал слава украине героям слава и видел рождение свободных людей и понимаю что сейчас наши россиянские еще коммуниатские рабовладельцы их потомки разжигает ненависть свободных закабаленных людей к свободным людям причем так получилось что мы не знаем какова эта свобода что это такое ну действительно нам мы не знаем мы родились в рабстве но я хочу сказать что за семь дней новой власти майдана пускай она не полностью национально украинская но она отстаивает интересы украинского народа не разделяя его при этом и не отделяет них русских украинцев не отделяя от украинцев татар не отделяя даже меня я хочу сказать что за семь дней вот этой майдановской власти которую вам преподносят как фашистскую бандеровскую но впрочем и про нас русских националистов говорят то же самое в россии у цп они мыслят только шаблонами так вот за семь дней этой власти не разграблено ни одного магазина не оскорблено не то что там не унижено ни одного представителя национальных меньшин за дай бог им здоровья здесь все испытывают какую-то радость и эйфорию кто-то конечно испытывает тревогу еще раз говорю но тревога состоит только в том что мы не знаем какая-то свобода не каждый может дать определение этому слову я для себя решил что для меня свобода это власть человека над собой понимаете давайте честно признаем украинцев больше власти над собой над своей страной над своей судьбой чем у нас русских я завидую им и сейчас нас пугает пытается напугать это истерии русофобской абсолютно истерии нагнетанием каких-то ужасных настроений так вот я могу сказать что я известен в россии как исполнитель главной роли в грозовых воротах а на украине как исполнитель главной роли фильме украденное счастье я жил и на западной украине на восточной украине вырос ну ребята да мне ломали нос мне ломали нос из-за девушек никогда не потому что я русский и должен вам сказать я знаю четыре языка так вот знание языков дает мне свободу донести мою мысль до многих людей это никак не признак моего национального унижения к тому же никто не заставляет людей учить спевучую украинскую мову но вы все равно выучите слушая песни и смотря мультик жил-был пес но одним словом ребята я только что был еще и на возле областного совета в запорожье и видел что как люди объединяются и как они пытаются кричаться до нас русских людей нами правят упыри они не получили ничего со своей олимпиады кроме проклятий каждая секунда которой стоила одной сумасшедше дорогой операции по лейкемии по излечению ребенка от лейкемии одна секунда этой конченной олимпиады люди ну давайте поймем наконец повторяется снова сценарий что 17 что 33 года или там 39 с этой судетской областью давайте поймем что этот тиран от которого отказался весь мир просвещенный так неужели мы и русские люди дремучие давайте опомнимся сейчас время не отстаивать интересы партий вы поймите что нам еще наши родители уже не оставили своей страны а мы можем не оставить после себя нацию будьте здоровы слава украине спасибо героям слава